Для девушек, если человек хороший, то абсолютно не важно какого цвета у него Роллс-Ройс. А для фанатов, если боксер мощно бьет, то абсолютно не важно какой он человек. Железный Майк Тайсон, один из величайших и любимейших фанатами бойцов в истории бокса. Самый молодой чемпион мира в тяжелом весе в истории бокса. Самый устрашающий и наводящий ужас на тяжелый вес боец в истории бокса. Приветствую вас гордые сезокрылые воробушки. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим как дерзкие ребята грозились расправой над Майком до боя и что с ними было после. 22 января 1988 года молодому и непобежденному Тайсону пришлось защищать три своих чемпионских пояса от дерзкого и уверенного в себе Ларри Холмса. Когда горят леса, не до смеха. Смешно, когда горят поля с коноплей. Вот так же и у нас. До боя можно городить много всего, насмехаясь над противником, а вот в ринге приходится свои слова подтверждать действиями. Всеми известный Дон Кинг смог вытащить ушедшего на покой Ларри Холмса, пообещав 3 миллиона за бой. Конечно, такую котлету денег нужно было отработать по дням интерес к бою и дать надежду наивным фанам, что возрастной, уже ушедший из бокса боксер, сможет на равных драться с молодым монстром, не знающим поражений, но знающим, что такое нокаутирующая плюха. Если мужик хочет жениться на умной, доброй, красивой, хозяйственной и богатой женщине, то ему придется жениться 5 раз. А если Майк хочет нокаутировать, то ему достаточно 4 раунда. С первых секунд Железный гонял Холмса по рингу, поражая зрителей своей агрессией и напором. Ну а Ларри поражал всех своей техникой кунг-фу. Он довольно мастерски отбивал удары Майка своими предплечьями и пытался завязать того в клинч. Такое впечатление, что его перед боем тренировал Ипман. Но для Тайсона рота монахов Шаолинь была бы просто разминкой, поэтому нокаут в четвертом раунде стал закономерным. Мужские носки – это не лебеди, поэтому до смерти парами не живут. А боксеры не бессмертны, поэтому за языком нужно следить, хотя и для зрителей нужно что-то городить. 25 февраля 1989 боя померяться силами с Майком Тайсоном решил Фрэнк Бруно с рекордом в 32 победы и 2 поражения. Огромный, мощный, гориллоподобный боец уверенно заявлял, что заберет пояс у Майка, которых у него, кстати, было 4. Забавно, когда выезжаешь на встречную полосу, а получаешь удар сзади. Но еще забавней, когда грозишься закопать соперника и падаешь в нокдаун в первом же раунде. Но несмотря на такое неудачное начало, Фрэнк взял себя в руки и продолжил неплохо боксировать, стараясь не уступать Майку, если не в силе удара, то хотя бы в их количестве. Субтитры создавал DimaTorzok Зрители наслаждались таким сумбурным поединком целых 5 раундов, пока рефери не остановил побоище после очередной мощной комбинации Тайсона. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Который, наверное, еще не выплатил ипотеку за новый дом И хотел, чтобы Питер продолжил проводить бои Поэтому выбежал в ринг, за что рефери дисквалифицировал бойца Присудив победу Майфу Субтитры создавал DimaTorzok Он очень тяжелый. Он очень тяжелый. Он говорил в течение всего 45 секунд. Что было бы это? Я не слышал ничего. Но он был хороший человек. Я уверен, как вы увидели, как вы увидели. Я был прямо на два наклона. Я был на два наклона. Он был быстрый. Он был быстрый. Он был быстрый. Я был быстрый. Я был быстрый. Если вам понравился такой формат, пишите в комментах. И я сделаю вторую часть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И делитесь видео в соцсетях. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. Мне help понравилось火 пересчет. Надеют,ct 때� мы простоonaноلا. Друзья,ст אותו и нажмите у меня на Arbeit. Подписывайтесь на наш канал.